всем привет уважаемые подписчики и зрители канала с вами армак и сегодня видео уроки по героям меча и магии 3 от а до я попробуем разобрать проведение разного рода битв в героях и особенности на которые нужно обращать внимание какие есть стратегии тактики в битве с нейтралами это все очень и очень будет полезно ну и стартовать мы будем за случайные города случайные замки и на явном примере будем с вами проверять все это дело перед тем как лезть проводить любой из боев на карте вам необходимо изучить что такое нежить живые неживые существа которые восприимчивы к какой-то магии или не восприимчивы вам нужно знать сколько урона наносят какая у них скорость какие у них специальные умения сколько здоровья и только после этого уже пытаться рассчитывать как-то свои силы на тот случай хватит или не хватит у вас вообще сил на то чтобы выиграть у тех или иных юнитов вам нужно выучить юнитов не только тех которые могут быть выращены в какой-то из девяти доступных раз в классических героях но помимо этого нужно еще изучить нейтральных юнитов среди которых есть юниты не только с первого по седьмой как это привычно в городах но даже юниты восьмого уровня как те же сказочные драконы лазурные и тому подобные юниты помимо этого обязательно учитывайте для кого является или не является та или иная территория родной благодаря этому вы будете знать получат ваши или вражеские юниты плюс один к скорости за то что вы будете сражаться на той или иной территории и конечно же учитывайте что некоторые юниты являются одноклеточными поэтому от них закрываться сложнее они через узкие проходы могут проходить вверх вниз да а есть двухклеточные от которых защищаться проще даже подставляя одну единичку и оставляя узенький проходик вверх вниз они уже через него пройти не смогут что вам позволит потерять меньше армии проще закрывать каких-нибудь стрелков если вы играете именно через стрелковую тактику и не забывайте что есть юниты которые даже способны блокировать какие-то ваши заклинания по разным причинами их умением которые могут наделять других юнитов возможностью отбиваться от тех или иных заклинаний как например специализации единорогов и есть опять же юниты которые способны сами к оставать какие-то заклинания на вас поэтому иногда есть смысл носить с собой артефакты типа красный шарик плащ отречения или что-то вроде того ну и нужно знать какие именно заклинания могут кастовать те или иные юниты по традиции выпадает у нас замок castle давайте для начала будем покупать наверное родных героев хотя здесь не только родные есть хорошие на самом то деле ну да ладно в общем собираем ту армию которую нам дал генератор в начале игры мы будем отталкиваться именно от нее самым оптимальным героем я вижу неллу из-за ее специализации да и стартовых навыков которые у нее есть поэтому именно ее прокачка видится наиболее перспективной пока так ну и первая битва наверное будет строглодитами потому что она самая простая по сути делаем с вами максимальную скупочку есть хороший ударный стек копейщиков через control и клики по юниту мы можем наделать единичек вот берем с вами единички которые будут использоваться для прикрытия единички терять как вы знаете не жалко таким образом лучше терять их чем какие-то важные стеки вот если бы мы брали не единички а целый стек гремлинов если троглодиты где-то сморалятся они нам убьют целый этот стек а так убьют единички это не особо страшно также имейте в виду что нужно правильно расставиться перед игрой тот кого вы поставили в первый слот будет в самом верху следующий юнит будет чуть ниже еще ниже посерединке еще ниже еще ниже и в самом низу каким образом они будут ходить во время боя выбираются самые быстрые юниты и сначала ходит первый быстрый юнит то есть тот юнит который находится левее если одинаковая скорость у них потом ходит тот юнит который правее и так далее то есть вот смотрите мы сейчас атакуем отказываемся от потерь и смотрите что мы имеем как мы с вами расставились стрелки вверху три гремлина снизу по центру копейщики так они у нас и в бою ребята выстроены ничего не поменялось благодаря тому что здесь есть два гремлина я могу этими гремлинами теперь прикрыть стрелков туда же отвести копейщиков и попробовать еще нижними гремлинами тоже прикрытие даже и самих копейщиков но опять же здесь пятая скорость у адских трагландитов четвертое у обычных трагландитов через клавиши control и shift вы можете смотреть докуда они могут все-таки дойти на этот ход то есть даже если они сморалятся они к вам не доходят а это значит что первом раунде вам опасаться вообще ничего по сути еще один интересный момент это а если у вас и у соперника одинаковая скорость а до самых быстрых юнитов кто из вас будет ходить в этом случае первым ходит тот кто первый напал а юниты с одинаковой скоростью которые есть у вас и те которые есть у соперника неважно это нейтралы или ваш оппонент они будут ходить по очереди сначала юнит атакующего быстрый потом юнит защищающего с такой же скоростью потом опять юнит атакующего потом опять юнит защищающегося то есть атакующий он уже имеет преимущество при равных скоростях что надо понимать И иногда именно это приводит к победе. Такое было не единожды. И вы тоже об этом должны знать и понимать это. Также нужно рассмотреть кнопочки, которые у нас есть на экране. Есть кнопочка защищаться. Если вы ее нажимаете, ваш юнит в этом раунде не будет ходить вообще. Он просто пропускает ход. Но при этом он получает дополнительную защиту. То есть если по нему ударят, ему нанесут немножечко меньше урона. Ну в битвах с юнитами низкого уровня это может даже сыграть в какой-то момент плюс. А вот когда вам будут наносить много урона, то навряд вас это спасет. Хотя все может быть. А вот если вы будете нажимать ждать, в этом случае ваш юнит будет ходить в этом раунде, но позже. То есть вы сначала пропускаете всех вперед. Абсолютно всех. И когда уже все походят, тогда будут ходить те юниты, которые нажимали ждать. Причем если изначально ходят те, которые быстрее, а потом те, которые медленнее. Вот например у стрелков пятая скорость, у копейщиков пятая скорость, у этих четвертой. Видите, вот сейчас ходят у нас стрелки с пятой скоростью. Потом смотрим, есть ли с этой пятой скоростью у оппонентов, да, троглодиты. То есть сначала ходят, получается, стрелки, потом ходит стэк троглодитов. И потом у нас опять пятая скорость есть у копейщиков. Дальше у нас только четвертая идет, но сначала походит четвертая, скорее всего, троглодитов. Причем те, которые выше. Потом наш стэк гремлинов. И потом стэк троглодитов, который находится снизу. Что будет, если мы уйдем с вами в ожидании? Вот например стрелки, они стреляя в ближнем бою, то есть в радиусе 10 клеток от себя, они наносят весь урон. А те, кто стоят больше, чем на 10 клеток, они по ним стреляют в два раза слабее. То есть видите, вот если подвести, стрела такая переломленная появляется. Если переломленная стрела, значит в два раза слабее будете стрелять. То есть это слишком далеко для ваших стрелков, да и стрелы долетающие попадают уже с гораздо меньшей скоростью. Иногда лучше подождать, пока к вам поближе подойдут, в идеале под прямую стрелу, и попробовать с прямой стрелы уже расстрелять. Так вы больше урона нанесете и меньше стрел потратите на убийство того или иного юнита. Особенно это важно, когда ваши стрелки стреляют один раз, а не два. Например, у этого замка и у некоторых других при улучшении стрелки начинают стрелять дважды и наносить уже двойной ущерб. Но в данном случае они у нас не улучшенные. Более того, у нас их немного. Поэтому нам желательно поберечь тот урон, который есть у них. Вообще данный бой крайне простой, поэтому здесь можно попробовать вылезти либо вообще без потерь, либо с потерей одного-двух гремлинов буквально, не более того. Так вот, допустим, мы можем с вами сначала всеми завейтиться. Нажать клавишу W, либо же нажать вот эту вот кнопочку ждать. Это называется завейтиться. От английского wait, как раз таки ждать. В этом случае все, кто захотят походить, они походят. И потом наступает очередность входа всех, кто вейтился, уходил в ожидание. Среди тех, кто уходил в ожидание, все действует в обратном порядке. Если изначально ходят самые быстрые, а потом самые медленные, то среди ожидавших сначала ходят самые медленные и только потом ходят самые быстрые. То есть обратный порядок. И если ваши юниты изначально вот быстрые ходили первыми, то теперь ваши стрелки, к примеру, которые ходят первыми, если мы нажмем ожидание, они будут ходить уже самыми последними. Благодаря этому, что они будут в этом раунде, если мы нажмем вейт, ходить самыми последними, то в следующий раунд они опять же начинают ходить первыми. И получится такая ситуация, что из-за своей первой скорости в бою и плюс места, которое они занимают, самое первое, да, они будут ходить два раза подряд. Например, если бы у нас были юниты, которые гораздо быстрее, мы бы могли ими еще и хитранить. То есть подбежал, ударил и отбежал. То есть ты сначала ушел в ожидание в конце раунда, подбежал, кому тебе надо ударить, а в следующем раунде ты ходишь первый, и ты начинаешь отбегать. Таким образом, ты постоянно тормошишь и бьешь своих соперников, а соперник не может на тебя навалиться своими стэками, потому что он по скорости не успевает за тобой угнаться. Ты то подбегаешь по кому-то, бьешь, то отбегаешь, а максимум, что ты получаешь, это ответный удар от того, кто тебе нанес урон, да. Вот смотрите, мы нажимаем ожидание, видите, походили сначала адские троглодиты, и потом у нас сходит стэк копейщиков. Мы тоже нажимаем с вами ждать. Далее стараемся прикрыть стрелков, что у нас замечательно получается. И начинаем потихонечку отстреливать улучшенный стэк, потому что у них скорость побольше. Ну и давайте чуть повыше встанем. Здесь снова нажимаем ждать, видите, нам нет смысла стрелять особо. Ожидаем, ожидаем. Срабатывает мораль. Смотрим через контрол. Он никуда не достает, поэтому мы особо сдвигаться с места с вами сейчас не собираемся. Грейжиный стэк так и не стал подходить, значит отстреливаем ребят, которые находятся ближе. Дальше, если мы ударим сейчас по вот этим вот троглодитам, в следующем раунде уже эти троглодиты могут ударить по нашим копейщикам. Чтобы этого не произошло, мы можем с вами стать ниже. Но с другой стороны, если мы этот стэк сейчас с вами здесь оставим, то мы потеряем, возможно, одну единичку. А вторая ударная сила со стороны врага может уже ударить по нашим стрелкам, что будет не совсем хорошо, мягко говоря. Таким образом, тут уже вы должны подумать, что для вас будет важнее. Давайте минусуем этот стэк. Побоялись троглодиты бить по вашим юнитам. Вы можете даже предположить почему. Потому что если они нанесут урон по копейщикам, а у копейщиков много здоровья, они их много не убьют. Но зато в ответном ударе копейщики их убивают. Дело в том, что у всех юнитов, ну или почти у всех, есть возможность отвечать. То есть, если вы по кому-то ударили и этот стэк полностью не убит, он будет наносить ответный удар. Вот расстреливаем, после этого добиваем. И здесь этими ребятами уходим в ожидание. У нас первая скорость, вот пятая. Здесь скорость четвертая, поэтому нам не надо его особо даже ловить. Но он, правда, сморалился. Вот от моралек вы никак не защититесь, конечно. Хотя, кстати, почему не защититесь? Есть возможность защищаться от морали. Для этого надо прикрываться единичками. Вы тогда лишнюю единичку сольете, даже если там не будет морали. Но при этом сохраните копейщика. Вот вы можете провести уже бой по-другому. Сначала уйти в ожидание, тоже ожидание. Дальше выстраиваетесь вот таким вот образом, чтобы можно было прикрыть стрелков. Точнее, не только стрелков, но и копейщиков. Вот закрыли копейщиков. Смотрите, полностью произошло у вас закрытие важных для вас, прежде всего, стэков. Делаете отстрел. Еще разочек отстрел, причем даже с удачки. А дальше прикрываетесь и открываете своих копейщиков для нанесения урона. Причем стараетесь делать так, чтобы не подставиться под нижний стэк. С другой стороны, здесь можно как раз-таки единичек наставить. Уходите в ожидание. Вот, они бьют по единичкам, и теперь уже ничего страшного не произошло. Дальше вы их сейчас копейщиками просто добьете. Ай-яй-яй, забыл ударить. Ну, это уже мисклик произошел. Вот, вы видите, что в этот раз вы не потеряли ничего, потому что вы, по сути, перестраховались. Как бы так. Плюс нужно учитывать, что, как вообще мыслят ваши враги. Ну, прежде всего говорим о компьютере, да, и о управляемых нейтралах. Они смотрят, доходят ли они до кого-нибудь. Если они хоть до кого-нибудь доходят, то им все равно. Единичка это ваша какая-нибудь, да, так называемая копеечка. Или же это какой-то ударный стэк, или стрелковый. Они по нему ударят 100%. Вот, если они дотягиваются до кого-то одного, они их 100% ударят. Подойдут впритык и ломанут. Если же, ну, если это пехота, конечно. Если же они не дотягиваются ни до кого, то там они уже будут мыслить, за сколько раундов до кого они могут дойти, по кому они могут нанести максимальный ущерб, от кого они получат меньше урона и так далее. То есть, там они уже смотрят, через сколько раундов и до скольки стэков они могут дойти. В этом случае они уже начинают выбирать, да, вот. Они видят на поле боя кучу стэков. И благодаря этому они начинают... Либо в надежде на мораль бежать вперед, либо просто бежать вперед до тех пор, пока до кого-то дотянутся. И среди всех стэков, которые будут доступны им для удара, они будут выбирать тех, кого они больше убьют и меньше получат в ответке. Либо же, если у них появится возможность заблокировать тех стрелков, у которых в ближнем бою есть штраф, они могут их ударить. Но там есть еще одна особенность. Они могут иногда ударить по самим стрелкам, а могут их заблокировать и ударить по какому-то стэку, который стоит в радиусе одной клетки. Он будет считать, что он выполнил двойную функцию. В этом случае. Ну вот на примере кентавров мы можем с вами это даже сейчас рассмотреть. Мы возьмем с вами весь стэк гремлинов, чтобы это нагляднее было видно. У них скорость будет повыше. И я специально сейчас устрою такой момент в игре, когда кентавры смогут заблокировать стрелков. Смотрите. Если рядом со стрелками не будет ни одного нормального стэка, будут только единички какие-нибудь или вообще никого, они 100% заблокируют стрелков, чтобы они не могли бить и ударят по ним. А блокировка стрелков это когда ты просто стоишь в радиусе одной клетки. Ну то есть впритык к ним. Но если смотрите, через одну клеточку от них стоят гремлины, которые ответного удара наносят много, здоровья имеют мало, то кентаврам будет гораздо выгоднее стать на вот эту вот клеточку между стрелками и гремлинами, ударить по гремлинам, при этом они заблокируют стрелков. Стрелков они уже не будут считать важными, потому что у них штраф, они заблокированы, а плюс к этому они еще и гремлинов выбивают. Они будут считать, что это просто невероятно круто. Здесь мы можем подставить единичку, ну здесь тоже как-нибудь расставиться. Вот как-то так. Смотрите. Уходим в ожидание. Ну они здесь даже решили... А, они может быть не доставали, кстати. Хотя на седьмой скорости как-то даже странновато с их стороны. Неужели и правда не доставали? Да, ребят, вот они не доставали. Ну если бы доставали, то конечно же они блокировали бы стрелков. Ну а если они не достают, тогда можно даже поступить другим путем. Смотрите, по скорости вы проигрываете. У вас пятая, четвертая и все. У них седьмая. Но чтобы они не остались на одном месте, они тоже будут поступать хитро. Они могут тоже вейтиться, уходить в ожидание. Чтобы потом походить дважды, да? В таком случае нужно убирать важные стеки из-под боя. Но кого-то все равно надо подставить под бой, чтобы они вперед все-таки пошли. И вот чтобы они вперед все-таки пошли, мы давайте с вами здесь поставим какие-то единички, которые заставят все-таки этот стек подойти вперед и по какой-то из единичек ударить. Так они не останутся на одном месте. Вот. Единичка подставлена. Они подбежали. Вы сначала одной из единичек снимаете ответный удар. И после того, как один ответный удар снят, все остальные бьют и не получают ответного удара. Потому что ответный удар один. А вот сейчас, видите, он убил гремлина и заблокировал стрелков. Потому что он видел, что если по стрелкам ударит, он скорее всего погибнет. Лучше он хоть кого-нибудь, но успеет убить. А стрелков заблокируют, чтобы они не могли нормально стрелять. Вот такие вот тоже интересные моментики. Можно замечать во время боя. Когда вы тех же стрелков, например, полностью закрываете единичками или какими-то другими стеками, то нейтралы их перестают видеть. Они видят только тех, к кому могут дотянуться. А поскольку к стрелкам они дотянуться не могут, то понятное дело, что и рассматривать их как возможную проблему для себя они пока что не будут. Вот мы находим внешнее жилище копейщиков, что только добавляет нам армии для проведения битв. Нелочка может пойти повоевать с такими же копейщиками, по сути, которые есть у нее же в армии. А вот, кстати, битва с капитанами кентаврами. Очень неприятная. Смотрите, их огромное здесь количество. Пробивать будет их тоже сложно. И вот они, увидите, в первом раунде либо в надежде на мораль побегут все вперед, либо все сразу же завейтятся, уйдут в ожидание, чтобы потом походить дважды. В конце первого раунда и в начале второго. Для них это будет огромный плюс. Ну что ж, придется, наверное, брать всю армию. В том числе и пачку гремлинов, чтобы лучше можно было закрывать наших стрелков. Но если они сморалятся в первом раунде, мы, конечно, потеряем всех стрелков сразу. Итак, смотрим. В надежде на мораль побежали несколько, а двое завейтились. Таким образом, мы с вами один стэк можем немножечко подстрелять. Далее, подставляя один из таких стэков, мы с вами стараемся прикрыться. Вот вы видите, как они тут все навалились. Так, вот есть троечка, давайте ее заберем. Десяточку минусуем. Ай-яй-яй, а прикрыто стрелков, теперь уже у нас и не получится. Вот, моралька нас спасла, точнее не нас, а наших стрелков, от того, чтобы их выбили именно сейчас полностью. И один удар по стрелкам все-таки попадает. В ближнем бою бить стрелками смысла нет. Вот с такими вот потерями, по сути, вы вылазите из этого боя. Причем стрелков здесь можно было не потерять вообще, если бы у нас были более быстрые единички. В данном случае у нас их не было. Либо если бы у нейтралов не зашла морали. А так зашла мораль. Конечно, это нашу ситуацию с вами во время боя очень сильно ухудшило. Но самое главное, что без серьезных и критических потерь вы все-таки вылезли из боя, отбили неплохой артефакт, благодаря которому у вас появится больше маны. И отстроив гильдию магов, вы сможете пополнять ману. Либо же найдя на карте необходимые какие-то объекты, допустим. Давайте с вами рассмотрим вариант, когда нужно обязательно единичку подставлять под удар, а не играться просто в проценты. Пойдут или не пойдут хоп-гоблины в какую-то сторону. Итак, смотрите, если вы сейчас уберете всех из-под боя, то будет велик шанс того, что они либо пойдут туда, куда вы будете пытаться их отманивать, а будет шанс, что не пойдут, и у себя в приоритетах выставят, что им гораздо лучше будет потом через раунд ударить по кому-то лучше. Чтобы у них не было вариантов по кому бить в следующем раунде, лучше сразу же подставить одну единичку и задержать хоп-гоблинов, к примеру, на одном месте. Нажимаем ожидание, ожидание. Одну единичку сразу же с вами подставляем здесь. Гнома выводим наверх и закрываем стрелков. И здесь можно подставить еще одну единичку. Таким образом, вы полностью перестрахуете свой основной ударный стек от возможности того, что эти нейтралы пойдут куда-нибудь не туда. Для вас это огромный и огромный плюс. Поэтому для себя вы должны всегда в голове подумать. Вот если я буду просто отманивать и не подставлять единичку под удар, вот если они не пойдут, для меня это будет критично или нет? Если все-таки для вас будет критично, что они не отманятся и не пойдут куда надо, лучше подставьте единичку под удар, но только посмотрите, где и в каком месте лучше подставить, куда их лучше отманить и где задержать. Но при этом вы будете 100% уверены, что они достают только до этой единички, и им ничего не останется, кроме как по этой единичке бить. Причем в процентах это будет 100%, потому что других и вариантов-то по сути у них не будет. Так что казалось бы мелочь, но мелочь очень и очень важная. Которая поможет вам серьезно снизить потери. Иногда, конечно, вам придется терять больше единичек, чем можно было бы, если бы они отманивались как надо, но тогда бы у вас не было уверенности в том, что они походят именно так, как вы сами этого хотите. Поэтому иногда все-таки лучше перестраховаться. Жадность в плане потерь, она может наоборот довести до не очень хороших событий в игре. Ну и еще хотелось бы с вами поговорить о горячих клавишах, которые есть в принципе в игре. Это, например, клавиша Q, которая быстро завершает игру. Можно вот так вот ее нажать и вам предложат, хотите быстро завершить битву или нет. Помимо этого, есть клавиша Wake, W. Нажимая ее, вот написано, лесные эльфы медлят и ждут лучшего момента. То есть они по сути как нажали вот эти вот песочные часы, да? Ждать. Помимо этого, есть клавиша Пробел. Пробел делает так, чтобы вы ушли в защиту. То есть как будто вы нажали клавишу Защищаться. Например, можно в каких случаях нажимать быстрый бой? Во-первых, если вы видите, что там заходят морали и навряд вы потеряете меньше, чем вам предлагали на быстрой битве. Либо же вы видите, что дальше уже потерь не будет. Например, в быстрой битве могли единички побежать вперед. Из-за этого вы их, например, быстро потеряли. Ну, к примеру. А вы их оставили там в каком-нибудь раунде на месте и понимаете, что теперь уже они потеряны скорее всего не будут. То есть в какой-то момент вы серьезно берете и минимизируете все эти потери. Вот, например, как здесь. Отбежали, отбежали. Но тут, правда, еще могут быть какие-то потери. Но в целом можно нажать Q, я думаю, и завершить быструю битву. Правда, единичку, видите? Быстрая битва умудрилась потерять единичку. Но когда вы играете в одиночном режиме, вы можете передраться и начать заново, при этом не потеряв эту единичку. А можете согласиться с потерями и поехать дальше. Ну, вот эти вот горячие клавиши для многих может показаться, а зачем они типа нужны. Они, ребят, очень экономят ваше время и время вашего соперника. Поэтому можно клавишами W, пробел, быстренько все себе нажимать там, что надо. Смотрите, дальше уже потерь быть не может. Нажали клавишу Q, завершили бой. И таким образом очень сильно сэкономили время. А вот теперь, когда у вас появились какие-то быстрые и сильные юниты, пришло время рассмотреть как раз таки тактику хит-н-рана. Например, у вас есть два коня, которых вы отстроили. Эти два коня позволят вам проводить целый ряд битв без потерь, ребят. И сейчас вы наглядно в этом убедитесь. Смотрите, кроме двух коней мы не берем никого, лезем на 20-49 копейщиков. Поехали. Быстрая битва говорит, что одного коня вы здесь все-таки потеряете. Но первая скорость у вас, она восьмая. У копейщиков пятая. Можете уходить в ожидание. Смотрите, они все ходят. И только после того, как все из них походили, ходит какой-то ваш стэк. Вам удалось их разделить на две группы. Снизу есть группа из трех стэков, сверху из одного. Поскольку они не достают до верхнего стэка, они его никак не подстраховывают. Понятно, что оптимальный вариант для вас это битва именно с верхним стэком. Сначала дайте возможность ему походить, чтобы он по вам не бил. И тогда, когда вы по нему ударите, даже если вы его не добьете, в этом случае вы получите только ответный удар. Если же я сейчас сразу побегу и ударю его, то если я его не добью, я получу с одной стороны ответный удар, а потом этот стэк еще будет ходить и ударит второй раз. Поэтому зачем мне два раза давать бить по своим кавалеристам, если я лучше сделаю так, чтобы они по ним, точнее, били всего лишь один раз. Вот мы ударили с вами разок. В ответном ударе немножко получили урона. Ударили второй раз. А благодаря моральке мы с вами опять нажимаем ожидание. Здесь есть кавалерийский бонус, благодаря которому, чем, смотрите, ближе вы бьете, тем меньше урона наносите. Вот снизу пишется по серединке повреждений 48-80. А вот если вы больше клеток пробежите, то там уже урона будет наноситься больше, в случае чего. Чем больше клеток пробежите, тем больше урона. Давайте ударим по этим, ребята. Смотрите, здоровье у нас все еще остается нормально. Дальше попробуем их развести, разделить еще разочек. Вот, видите, бегая вот так по кругу мимо разлома, видя какой рельеф вы должны рельеф с пользой для себя использовать, опять нажимаете ожидание. Ну вот здесь, правда, они сморалились, да, поэтому придется отбежать. Еще раз в ожидание уходим, после чего опять же они уже походили, поэтому мы, у нас здоровья еще много, подбежали, ударили и отбежали. И видите, они ничего не могут сделать, потому что мы то подбежали, то отбежали, то подбежали, то отбежали. Здесь мы под один из теков подставились, поэтому бьем по маленькому. Сморалились. Вот это уже опасненько на самом-то деле. Но ничего, мы еще побегаем. Вот они периодически там моралятся. И все. Без заклинаний, без ничего. Двумя конями убили 46 копейщиков. А у копейщиков, как сами знаете, много здоровья. Точно так же вы можете убивать троглодитов. Даже быстрая битва говорит, что тут можно без потерь. Точно так же. Нажали ожидание. Чуть-чуть подошли. Опять ожидание. Так, сработала моралька, правда? Смотрите, ударили. Отбежали. Они разделились, поэтому все эти стеки вы можете убивать по очереди. Все. Никаких потерь абсолютно. С дендроидами уже так не получится, потому что они вас пригвоздят. Если вы их не добьете к одному месту, навалятся всеми стеками. И там уже коня можно и потерять. Но с учетом того, что у вас, например, есть лечение, можно от вот этих приковываний дендроидов лечением снимать. Все это дело. Зомби тоже вполне можно разбирать. Даже несмотря на то, что их, видите, 50+. Они поделились на маленькие стеки. Итак, атакуете зомби. У вас есть лечение, которым придется пользоваться не единожды. Ну и опять же, надо становиться чуть поближе. Даете им походить. В идеале, если вот сейчас они разделились, вы будете себе какой-то фланг начинать потихонечку выбивать. Как в данном случае. Мы с вами пока работаем над нижним флангом больше. Чем меньше их будет становиться стеков, тем проще вам будет начинать сражаться с ними. Так, здесь опять же никто не будет дотягиваться. Они уже разделились по 3 стека. Но снизу велика вероятность, что они вас где-то там заблокируют потом. Поэтому придется, наверное, перекидываться наверх. Уже 60 здоровья. Снова никто не дотягивается. Внимательно смотрите через Ctrl и Shift, докуда они могут дотянуться. Уходите в ожидание. И продолжаете подвыбивать некоторые стеки. Так, 52 здоровья. Наверное, пришло время накинуть лечение. Хотя и через щиток вполне можно пробовать играть. Почему нет? Так, и вот здесь вот один стек все-таки до нас дотягивается. И это уже неприятный момент. Нам надо было становиться немножко дальше. Ну что ж, становимся здесь. Опять срабатывает моралька. Очень и очень удачно. Минусуем один из стеков. После чего опять же убегаем. Здесь они опять до нас достают. Поэтому становимся с вами таким образом. Давайте встанем где-нибудь здесь. Тем более зажать у них не получилось. Нас отбежали. Из-под прессинга. Вниз. Так, и они снова разделились. Как видите. Давайте два стека продолжим отманивать на себя. И все-таки зажали. Когда они вас зажимают, старайтесь подставляться не больше, чем под один стек. Вот. Попробуем ударить еще по одному стеку. И только после этого начать убегать. Давайте еще разочек отбежим. Никто не достает. Опять же снизу ударили. Опять убежали. Опять смотрим. Никто не достает. Ожидание. Выбираем себе следующую жертву. Так. Отбежали. Вниз. Так. И они тут уже опять начинают разделяться. Что нас с вами не может не радовать. Но когда их становится меньше стеков, вам становится и проще с ними разбираться. По сути. Ну вот. Никто уже не дотягивается. Так. Опять же. Давайте. Ударим с вами, наверное, по десяточке. После чего скроемся из виду. Достают. Едем наверх. В таком случае. Так. Ну давайте в уголочек встанем. Опять же срабатывает моралька. Поскольку мы с вами никого не брали. И благодаря этой моральке опять же бьем и убегаем. Опять ожидание. Добиваем. Когда их много стеков, они могут где-то вас подловить и подставить. Да? Закрыть с разных сторон. А вот когда их мало, им это уже сделать сложнее. Намного сложнее. Выбираем следующую жертву и будем так над этим стеками работать. Остается мало здоровья, которое мы с вами добавляем. Ну, снова наваливаемся, наверное, именно на этот стек. После чего надо убегать. 52. Давайте последний раз накинем лечение. Ну, кстати, блин, как бы... Может и не хватить урона, чтобы одного коня не потерять. Но будем надеяться на моральки, да? Стало быть. И вот их уже остается еще меньше. Так, ну они сами не хотят подходить. Эх, 53. И да, чувствую, что, наверное, не хватит. Очень велик шанс, что не хватит урона. Так, и когда остается один, тут вообще становится проще простого. Что по здоровью? 17 здоровья, ребят. 17. Это капец. Не, хватит, хватит, ребят. Вылезем все-таки из этого боя. Вот так, смотрите. 92 зомби. Вы, по сути, пробиваете вообще без потерь. Но здесь, конечно, без лечения вытянуть это было бы сложнее. Если бы не было лечения, как можно было бы их пробивать? Ну, наверное, брать с собой какие-то быстрые единички, которые помогали бы отманивать этих зомби между собой. И при этом, чтобы эти единички иногда снимали ответные удары с зомби. В этом случае вы тоже очень сильно минимизировали бы свои потери. По сути. Вообще, проведение битв, когда у вас есть те или иные стрелки, оно сводится к тому, чтобы, во-первых, атаковать тех юнитов, которые за два раунда к вам не доходят. Почему именно за два? Потому что в первом раунде, если они сморалятся и добегут до вас, в особенности до стрелков, вся ваша тактика, построенная на битве со стрелками, она сведется на нет. Особенно, если стрелки имеют в ближнем бою штраф, и у вас нет другого стека. Потому что бывают случаи, когда вы атакуете только стрелками и единичками. В этом случае, в случае морали, вы не выкрутитесь, скорее всего, никак. Разве что нейтралов будет крайне и крайне мало. Подстраховаться можно от нейтралов, либо более быстрыми единичками для прикрытия, либо же можно попробовать взять с собой какой-то вспомогательный ударный стек, что обычно и делается. Ну вот давайте наиболее такой стрелковый вариант разберем. В игре за оплот с Ивором, когда много именно стрелков на старте. Вот есть пять стрелков сразу. Плюс отстраиваются здесь. И покупается еще один родной герой, который приносит, в данном случае, гномов. И гномы будут использоваться, в первую очередь, для прикрытия. У них очень много здоровья. И в плане постоять, потерпеть, они вот в игре за оплот очень и очень даже подходят. Пока эльфы не будут улучшены, конечно, стреляют они один раз. И в целом есть определенные проблемы. Но как только они будут улучшены, пробивная сила станет очень и очень большой. Ну а пока что давайте с вами поищем первые охраны жертвы. Когда у вас идет тактика именно на стрелков, то желательно, конечно, не нарываться на другие стрелковые охраны. Лучше всего воевать с какими-то пешеходами. Вот, например, троглодиты. Их вроде как много, 50-99. Но для вот этой вот армии, которая есть, это проще простого. Сейчас вы в этом убедитесь. Как вы помните, нажимаете ожидать. А дальше смотрите. Троглодиты не дотягиваются ни до кого, даже в случае морали. Можем ли мы каким-то образом заставить троглодитов пойти не вверх, в сторону стрелков, а пойти вниз? Оказывается, что да, можем, если мы подставим какой-то из стеков таким образом, что в случае морали троглодиты их убивают. Вот, смотрите. За один раунд они не дотягиваются, но если сморалятся, они убьют эту единичку. И это заставит их пойти вниз. А если они пойдут через низ, то им придется до стрелков идти дольше, потому что стрелки у нас наверху. Вот, мы нажали ожидание, и что мы видим? Троглодиты и правда пошли на кентавров в надежде, что они дотянутся в случае морали. А у нас появляется время закрыть эльфов, убежать ударным стеком кентавров, и потихонечку начинать отстреливаться. Опять же, кривая стрела, нажимаем сначала ждать. Здесь все так же этой единичкой стараемся держаться в радиусе одной морали. И они все так же продолжают, да, бегать за этим стеком. Снова ожидание. Можем убежать наверх, и теперь уже попробовать их вообще вернуть назад. Им больше не за кем бегать, поэтому в расчете на мораль они продолжают бегать за нашими стеками. Ожидание. Снова, видите, снизу кентаврика подставляем, верхнего убираем. В этот раз он решил за верхним все-таки бежать. Но в данном случае это не суть важно. Это особо ничего не меняет. Тут он уже на прямую стрелу подставляется. Видите, битва вообще без потерь. Поэтому имейте в виду, если вам нужно нейтралов куда-то увезти немножко, то почему бы вам не воспользоваться соответствующей возможностью, это называется, разводить нейтралов, когда вы их специально отманиваете не туда, куда хочется им, а туда, куда необходимо вам. Ну а здесь пришло время, например, забрать эльфов и разогнать главного героя, и отвезти всю эту армию прежде всего домой на то, чтобы улучшить. Для этого, конечно же, понадобится лесопилочка, которая и забирается. Итак, Уфритин везет все это дело на улучшение. И казалось бы, вы имеете вроде маловато армии, но для большинства битв вам этого более чем достаточно, как показывает практика. Играя через стрелковую тактику, вам необходимо либо иметь прокачанную тактику, чего пока нет, либо атаковать в первую очередь каких-то медленных существ, что мы в принципе и стараемся с вами делать. Вот, например, есть очень сложная битва, сложная в плане урона, то есть слишком много урона надо наносить по зомби, чтобы их выбить, и вот тут придется серьезно экономить ваши выстрелы. Посмотрите на их количество. Ну и вы сами понимаете, что наша первоочередная задача, опять же, пытаться отманивать вниз. Поскольку мы с вами в два раза быстрее, то шансы в данном бою у нас все-таки есть. Но здесь учитывайте количество выстрелов. У нас 24 выстрела всего лишь у эльфов. На всех может и не хватить, потому что у каждого зомби 15 здоровья, а их больше 10. Это больше чем 150 здоровья в каждом стеке, поэтому стрелять мы будем только в тех, кто будет подходить на прямую стрелу. Не более того. Ну а здесь мы продолжаем отманивать вниз. В надежде, что большинство все-таки так через низ и будет ходить. Ну, пока что так и есть. Все так же ждем. Уходим в ожидание. Чуть-чуть назад. Тут, наверное, надо открыться. Хотя бы слегка. И начинаем отстреливать верхний стек. Итак, 74 наши наносили урона. 74, 78. Тратить урон на живых мертвецов этих я уже не вижу смысла. Начинаем отстреливать один из нижних стеков. С верхними разберемся уже нашим якобы ударным стеком. Ну и продолжаем отманивать наверх. Сами этим временем начинаем перестройку. Снова расстрел идет именно грейженого стека. Этот стек мы попробуем отманить назад. Ну и, конечно же, начинаем гномиками убегать отсюда. Потому что в ближайшее время мы будем с вами перестраиваться. Здесь мы готовы отдать единички, наверное. Давайте подумаем. Для убегания. Или сразу же. Смотрите, к нам дотягивается два стека. Если я сейчас подстрелю вот этих вот живых мертвецов, в этом случае сначала грейженый стек снимет ответку, а потом не грейженый, не улучшенный, да, ударит по эльфам. Мне это невыгодно. Поэтому придется стрелять по грейженому стеку. А дальше подставлять на убой кентавриков, само собой. Вот. Таким образом мы с вами открыли проход для убегания эльфов. Что они сейчас и сделают. А дальше стараемся их задержать каким-то образом. Для этого некоторыми стеками будем с вами уводить зомбей вниз. Стараться, по крайней мере, это делать. Так. Один стек побежал за нами, но ничего. Пока продолжаем все так же их удерживать снизу. По крайней мере, хотя бы некоторых. Ну что, пришло время нашим гномятам там потерпеть. Куда ж без терпения-то. Здоровья у наших гномов много. Стоим и терпим. Немножко еще у нас время есть. Самое главное, что удалось их нормально развести. То есть, они бегают не так, как им хочется. А они бегают так, как нам удалось их развести. Ну что, кентавриками, наверное, есть смысл убегать. Хорошо. Давай наверх. Попробуем нижних задержать. Так, ну задержали мы только один из двух стеков. Вот это мне не нравится. Поэтому придется, наверное, опять открываться. И открываться для того, чтобы потом можно было убежать. Поэтому в этом раунде стреляем. В следующем убегаем. Убежали, убежали, убежали. Хотя, с другой стороны, мы этот стек выбиваем, да? Давайте посчитаем, сколько у нас выстрелов 11. Да, вроде убиваем. Тут важно еще урон считать, который вы находите. Давай наверх. Ну и опять же, тут в таком случае опять перестраиваемся назад-вперед. Стрелять пока не будем. Опять же, экономим выстрелы. И гномики стараются у нас уходить. В принципе, у гному все равно первая скорость. Попробуем опять отманивать на кентавров. Один из стеков сразу же становится под удар. Остается 7 выстрелов, но я думаю, нам их хватает все равно. Четырьмя выстрелами вроде каких ложим. И опять же, видите, мы рядом оставляем только один стек. И у них не остается других вариантов, кроме как бегать за одним стеком кентавров постоянно. Опять же, главное было, когда они подбегают рядом, открывать дорогу для эльфов, чтобы им было куда убегать. А когда они находятся далеко, мы не стреляем. Когда подходят под прямую стрелу, расстреливаем. Ну и плюс важно считать скоростя, кто после кого ходит, чтобы вовремя можно было убегать. Заставлять нейтралов ходить так, как вам надо. Отманивать, разделять их между собой. Вот если разделение не сработает, то любой бой у вас может пойти очень сильно не по вашему плану. А это однозначно плохо. Ожидаем и подводим под прямую стрелу, но снизу. Таким образом, чтобы они не угрожали эльфам. Вот. Видите, одного кентавра потеряли. Все. И то кентавра мы потеряли вынужденно, потому что нам надо было сохранить эльфов. Видите, сколько вы здесь? Ровно сотню, да? 12 эльфов убивают сотню. Зомби, причем с грейженным стеком, если нормально этих нейтралов развести во время боя. Вот вам и ударная сила эльфов. Просто хорошее прикрытие, первая скорость и так далее. Недооценивать данные стратегии нельзя. Ну и вообще, если так в целом взять, многие новички именно через стрелкови стараются играть. Потому что вам не надо бежать сразу же вперед, снимать кучу ответок, ответных ударов и так далее. Все, что вам нужно, это просто потихонечку, потихонечку разводить нейтралов на карте. Не подпускать их к себе. И стараться не воевать с очень быстрыми существами, Существами, которые могут в первом же раунде добежать и врезаться в ваших эльфов. Хотя, конечно, иногда вам вынуждено приходится проводить и такие бои тоже. В битве против стрелков желательно иметь прокачанную тактику, Либо хорошую магию. В битве против быстрых существ, которые не дотягиваются в первом раунде И могут дотянуться только в случае морали Нужно будет подставлять специально на убой какие-то единички И желательно иметь все-таки вам первую скорость в бою. Чтобы именно тот, кто у вас ходит первым, он подставился под удар И вместо того, чтобы уходить в ожидание Вражеские быстрые стэки, они полетели вперед, чтобы съесть те стэки, которые вы им подставите. Либо за счет тактики, опять же, можно подставить какие-то стэки под убой. Поэтому наличие тактики или наличие первой скорости в бою Оно, в общем-то, не то, что желательно. Оно очень сильно вам поможет. Допустим, вы стартуете за Турис. Быстрых юнитов у вас не имеется, но есть тактика. Поэтому вы можете постараться найти себе тоже хороших жертв. Ну, с ворами здесь все понятно. Делаете просто единички. После стрелков посрединке ставите копейщиков, чтобы их было удобно прикрывать. Таким вот образом. Хотя, в принципе, когда есть тактика, вы, конечно, в любой слот можете их ставить. Одну единичку оставляете снизу на отманивание, чтобы не все побежали наверх. Заходят даже моральки. Отходим назад. Ну и продолжаем стоять и удерживать оборону с единичками. Не спеша. Самое главное, до стрелков не подпускать. И все. И вы с этим справляетесь. Итак, смотрите. Есть у вас какая-нибудь Турис. Со стандартной более-менее армией. И вам надо сражаться против каких-то быстрых существ, которые со своей стороны, вот змеечки типа, да, могут в случае морали убить ваш стрелковый стэк. Но у вас есть тактика. Именно благодаря тактике у вас и появляется возможность выманить змеек на себя. Причем мы попробуем разобрать несколько вариантов развития событий, как таковых. Так, мы напали не на тех, кстати. Здесь гарпии. Ну, кстати, гарпий, гарпий, можно тоже выманить на самом-то деле. Попробовать. Но под них вы не можете подставиться, потому что скорость маленькая. И это беда. Поэтому в битве с такими быстрыми существами вам, конечно же, ну, самые важные стэки надо успеть прикрыть. Можем это, например, попробовать сделать грифонами. Вполне. А единички оставить какие-нибудь снизу. А вы в это время гарпий будете потихонечку отстреливать. Из-за того, что ни одна гарпия не достает, им придется становиться поближе вперед. Таким образом, они будут стоять ближе к вашим стрелкам. И им придется немножечко сложнее из-за этого. На одном из этапов вам можно будет выйти вперед. А пока что можно постоять. Вот, уже все три стэка достают. Видите, причем некоторые даже на прямую стрелу становятся. И все, у вас появляется возможность дальше уже выбегать и атаковать их. Что вы, конечно же, и делаете. Поэтому, с маленькими потерями, с крайне неприятного боя, вы тоже вылазите. Так, давайте теперь все-таки пойдем на змеек, как мы планировали до этого. Есть даже грейженый стэк, который сразу дотягивается. Ваша задача за счет тактики сделать так, чтобы, ну, хотя бы два стэка из четырех пошли вперед. Поэтому, они пойдут вперед только в том случае, если будут до кого-то дотягиваться. Скорее всего. Ну, либо же в расчете на мораль тоже, конечно, могут попробовать побежать. Вот мы сейчас с вами разберем вариант, когда мы, понятное дело, не подставляем вообще под удар ничего. В этом случае они, скорее всего, останутся на месте. Нет. Они решили, что все-таки выгоднее будет бежать сразу вперед. Ну, это, конечно, облегчает само проведение боя с ними. Так, ну, пока есть единички, которые прикрывают, можно даже попробовать постоять. А вот тут уже врезание в стрелков произошло. Закрываемся еще разочек. Опять по эльфам. Точнее, не по эльфам, а по стрелкам прилетел удар. Разблокируем стрелков, чтобы они могли стрелять. И все. Два стрелка в этом бою, конечно, пришлось потерять. Это из-за скорости, опять же. Плюс стрелки в ближнем бою меньше урона наносят, чем стэк копейщиков, который здесь стоит. Поэтому бить по копейщикам и блокировать стрелков они уже не захотели. Это как раз таки из-за того, что слишком много урона наносят копейщики. Вот если бы стэк копейщиков был поменьше, или вместо копейщиков там стояли бы какие-нибудь гремлины, или кто-то, кто слабенько бьет, да, гораздо слабее них, то тогда бы они задумались и могли бы ударить и не по стрелкам в этом случае. Итак, смотрите. Сейчас мы рассмотрим несколько иной вариант, если не хотят нейтрали. Итак, сейчас рассмотрим с вами вариант взятия внешнего жилища драконов за шакти. У шакти просто много армии на старте частенько. Два-три стэка троглодитов тех же. Ну и давайте заодно улучшим, в принципе, троглодитов, раз уж это основной ударный стэк, который здесь имеется. Ну, конечно, далеко не всегда у вас будет 144 троглодита. Даже больше у нас получается 158. Но больше сотенки троглодитов или около 90 есть, ну, почти всегда. Но, что самое главное, у шакти есть тактика. Вот именно благодаря тактике взятие внешнего жилища драконов в первые дни оно возможно. Делаем единички. Помимо этого, делаем единички троглодитов, которые мы ставим выше, чем основной ударный стэк, чтобы сначала они снимали ответку и только после этого могли бить сами троглодиты. И смотрите, что у нас получается. Вы атакуете внешнее жилище. И смотрите, если троглодиты сейчас не будут подставляться вперед, то смысла драконам лететь вперед тоже не будет. Они должны будут уйти в ожидание. Сейчас мы попробуем с вами это наглядно рассмотреть. Прикрываться тоже становится неудобно. Нельзя ставить под прожиг троглодитов. Поэтому лучше под прожиг либо вот эти два стэка поставить, либо вот эти два. Хотя стоп, вот так вот вас можно прожечь. Поэтому, чтобы там не было прожига, ставите сюда еще один, к примеру, такой вот стэк. Ну и смотрите, сейчас они уйдут в ожидание. Смотрите, снизу красные драконы медлят и ждут лучшего момента. Им нет смысла лететь вперед. Они лучше в следующем раунде, точнее в конце этого раунда, подлетят. Вначале ударят по какому-то стэку. Для них это гораздо более выгодно. Поэтому вам придется этот бой проводить немножечко сложнее. Вот они подлетают, делают прожиг. После этого вы уже снимаете с них ответный удар, чтобы они не отвечали. И когда ответный удар снят, тогда вы уже можете на них накидываться и стараться нанести побольше ущерба. А тут они еще и сморалились. Но опять же, бить нельзя, пока не снимете ответочку в идеале. И потеряли 39 троглодитов, да? Можно ли было потерять меньше? Конечно же можно. А вот теперь смотрите вариант, как мы их будем выменивать. Все, что нам надо, это взять какую-нибудь единичку и подставить под удар. Видите, они до одной единички теперь уже дотягиваются. А раз они хоть до кого-нибудь дотягиваются, они не рассматривают вариант, что можно там посидеть, подождать, чуть позже атаковать и так далее. Они сразу же полетят вперед. И вам это очень сильно на руку. На всякий случай, если там будет мораль, кого-нибудь ставьте под прожиг. Вот у нас есть несколько стеков, которые выстроились таким образом, что они смогут в случае морали кого-нибудь прожечь. Начинается битва, они летят вперед. Вы сразу же снимаете ответный удар с них. В общем, все то, что и надо было вам. И дальше уже начинаете их атаковать. Плохо, что у них, конечно, моралечки иногда заходят. Еще разочек. Хотя сколько у них? 20 здоровья нет. Можно не снимать ответочку. Сразу же бьете. И в таком случае вы теряете всего лишь 24 троглодита. Но зато это наглядный пример того, как быстрых существ, которые обычно уходят в ожидание и не хотят вас атаковать, выманить на себя. Это либо делается за счет тактики, которая есть у шакти, либо за счет каких-то быстрых существ, которые обгоняют по скорости тех, кого вы собираетесь выманивать. Ну вот, например, у драконов здесь была 11 скорость. Поэтому, если бы у вас были какие-нибудь змейки, да, со своей высокой скоростью, то как раз-таки за счет змеек и можно было бы змеечку в начале раунда подставить под удар, драконы летят вперед и дальше вы врезаетесь. Ну, это как один из возможных, опять же, вариантов. На самом-то деле, разных вариантов проведения той или иной битвы можно придумать очень и очень много при желании. Плюс, обратите внимание, что мы этот бой проводили без стрелков. И вот мы можем с вами удалить дракончика, на котором тоже можно было проверять тактики хит-н-рана всяческие. И мы можем, опять же, с вами рассматривать варианты того, как разводить нейтралов и воевать без стрелков. Первоочередная задача, как обычно, разделить эти стеки между собой, чтобы они друг друга не страховали. Потому что преимущество по скорости у вас есть, но оно небольшое. Итак, смотрите. Один стек ставится сверху, чтобы в случае морали они доставали. Вы здесь подставляетесь, да? А некоторые стеки ставятся снизу, чтобы нижний так и пошел вниз. Они все пошли вниз, но это уже хитрость с их стороны, конечно же. Бывает и такое. В таком случае вы все равно сделаете перестройку и станете вот таким вот образом. В случае морали один дотянулся. И благодаря этому появилась возможность выбить верхний стек, переставиться и закрыть ваш ударный стек до того, как к вам подойдут. Благодаря тому, что они к одной единичке дотягивались, вы этот стек спокойно убиваете. Если бы не дотягивались, возможно просто бежали бы вперед в надежде на то, что зайдет мораль какая-нибудь. Ну и вот в таких вот битвах я думаю, что есть вариант еще рассмотреть тактику игры за Некрополис. Вот именно за Некрополис очень тяжело новичкам играть, потому что там в начале игры у вас нет стрелковых стеков. И более того, не всегда даже на первой неделе строятся личи, особенно если проблемы с серой возникают. Ну, за Галтрана проводить бои слишком легко. Возьмем кого-то попроще, кого-нибудь стандартного, типа Тамика, Чарна. На их примере все это дело рассмотрим. Вот, у вас армии немного. Покупается еще один герой. Ну, Зайслин тоже слишком легко воевать, мы не будем этого делать. Можем поставить с вами преобразователь скелетов, чтобы из зомби тоже сделать скелетов. Чтобы был один стек, но хороший. Либо же, если вы не хотите из них делать скелетов, тогда вы можете сделать скелетов. Когда они будут отжорным стеком в каких-то серьезных боях. Вот, например, вы идете сражаться с импами. У вас четвертая скорость, у них седьмая. Понятное дело, они над вами будут иметь преимущество. Поэтому вы можете наделать кучу единичек, стать либо снизу, чтобы единички сначала снимали от ветки, либо сверху, чтобы бить первыми, а потом уже остальными. Тут уж как сами придумаете. Атакуете, и вся тактика будет строиться на снятии. О, они стали в один стек. Ну, ребят, это можно считать хорошо. Хорошо, потому что с потерей двух скелетов можно отсюда вылазить. То есть вы подставляете под удар, видите, целых два стека. Даже три уже. И они сами приходят на убой. А теперь вы наносите минимум 81, максимум 247 урона. Смотрим. 40 это десяточка, 8. Ну, то есть вы почти точно убиваете всех. Поэтому убьете. Вот, с минимальными потерями вы вылазите из этого боя. Этот бой был слишком прост. Смотрим далее. Вот, а вот здесь уже поделились на много стеков. Снимать ответные удары здесь не надо. Вы всех ваншотите, но вы проигрываете по скорости. Когда вы проигрываете по скорости, вам придется, хотите вы того или нет, подставлять какие-то единички под удар. Вот, если бы единичка не была подставлена, он бы ушел в ожидание. А так снова прикрываетесь и опять подставляете какую-нибудь единичку под удар. Дальше надо попробовать закрыть проход, так, чтобы они не могли пройти. И вы еще одного убиваете. И еще разочек. Закрываете проход. Вот с такими вот потерями в итоге вы лазите. Но здесь вы проигрывали по скорости. Здесь уже вам было сложно диктовать условия для нейтралов. Удобно диктовать, когда вы по скорости впереди. Вот с феечками тоже условия диктовать будет крайне сложно. Там уже они как хотят, так и разводят вас. Еще и моралька заходит. Ну тут опять же тактика простая. Просто закрываетесь. Дальше они уже сами в вас врезаются. Минусуете стэк. Не получится полностью закрыться, к сожалению. Значит по ударному стэку сейчас прилетит. Да. Ну в любом случае вы потеряли меньше, чем вам предлагала быстрая битва. Вместо 10 потеряли 8. На стрелков конечно лезть без тактики бесполезно. Разве что у вас есть хорошая ударная магия. Как например у той же Айслен. И в принципе поскольку она у нас есть. Мы с вами этот вариант и можем тоже с вами рассмотреть. Берете в общем-то армию. И лезете бить стрелковые стэки. Но они неудобно стали. Поэтому метеоритным дождиком по двум стэкам не получится бить. В таком случае бьете по одному. Старайтесь не стать ближе, чем на 10 клеточек ударным стэком. Чтобы они в два раза слабее стреляли. А единичками можно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Все. Вот здесь становитесь. А остальными стэками вы на всех парах мчите вперед. Чтобы их заблокировать. Опять же уходите в ожидание. Все опять продолжают бежать вперед. Остаетесь на месте. Опять полный вперед. Ну и вот тут уже надо будет выбегать конечно. Хочется или нет. Блокируются стрелки. И вы начинаете тоже подходить. Но так, чтобы не подставиться под оба стэка сразу. Вот так. 19 скелетов всего лишь потеряли. Если бы они разбились на больше стэков, конечно, вы бы и метеоритку по нескольким центральным стэкам дали сразу. Но в любом случае даже стрелковый стэк вполне пробился с вашей стороны. Иногда это бывает важно. Потому что новички иногда очень сильно боятся стрелков. Не лезут на них вообще несколько недель. Обходят стороной. Хотя пробивать стрелков вполне себе даже можно. Также довольно интересный вариант игры через безответные стэки какие-нибудь. Ну например, можно взять ту же Фиону с собачками. Попробовать сыграть за нее. И конечно наличия тактики не хватает. Но тем не менее. Армии на старте мало. Второй герой, который пришел, он специалист по баллисте. Так, 5 серы должно быть. Поэтому шахту серы надо ехать пробивать. Ну в данном случае за счет собачек придется это делать. Ну вот вам быстрая битва предлагает потерять всего лишь одну собачку. Ну давайте наглядно это посмотрим. Я конечно не смогу потерять меньше чем быстрая битва. Всеми остаетесь на месте. Стреляют по бесам. А в следующем раунде вы сразу же... А, так вот в чем прикол. Моралечка зашла. Ну что, дальше начинаете жрать в ближнем бою хоббитов. С учетом того, что у них штраф. Они бьют в ближнем бою очень и очень слабо. Ну вот, вы не потеряли собаку, потеряли вместо этого 4 бесов. С учетом имеющейся стратегии это, наверное, даже хорошо. Потому что через собачек вы собираетесь выстраивать себе целую тактику игры. Вот, улучшаются собачки. И вот, когда из них появляется грейджиный стек, вот тут-то они себя и начинают показывать со всей красотой. Опять же, тактика хит-н-рана. Подбежал, ударил, отбежал. Сначала вы уходите в ожидание. Старайтесь не подставляться под удар специально. А потом просто в конце раунда бьете, в начале раунда убегаете. Так, пятая скорость против пятой. Здесь убегать будет немножко сложновато. Опять же, уходите в ожидание. Вообще, надо было не брать с собой этот стек вообще бесиков, потому что... Он нам здесь только мешает, по сути. Давайте его вообще удалим. Он нам реально только мешает. Считаем, что мы их просто не взяли на бой. И когда вы лезете воевать одним стеком, то нейтралы часто делятся на большое количество стеков. Так, ну а дальше можно отбежать наверх. Опять же, убегаете. Вот, и моралечка пошла уже. Теперь вам надо стать чуть поближе, чтобы вы дотягивались. Давайте вниз. Никто не достает. У них здесь есть определенные преимущества над вами. Это то, что для них родная земля. Они получают плюс один скорости. Так. По здоровью пока живете. И вот они разделяются. Впрочем, то, чего вы и ждали. И спокойненько, нанося безответные удары и постоянно отбегая, вы получаете над ними серьезные преимущества. Это огромный и огромный плюс. Со скелетами еще проще разбираться. У них скорость гораздо ниже. Даже несмотря на то, что их здесь больше, это ни о чем не говорит. Подбежали. Убежали. Опять. Ушли в ожидание. Тут вообще по двум можно ударить. Отбежали. Плюс у вас могут заходить морали. У них не могут. Что тоже играет огромную и важную роль. Попытка разделить вы сделали. Она сработала. Еще раз можно попробовать их разделить. Ну, здесь они даже сами подставились под удар. Тоже, опять же, битва без потерь. Точно так же можно проводить битвы с помощью гарпий. Но там есть свои особенности. Мы рассматривали то, что они возвращаются иногда назад. Становятся после каждого удара на место. Их иногда надо переставлять на какие-то места. Или искать какие-то слепые зоны на карте. Иногда бывают какие-то участки, где гарпия может встать. И при этом никто не может к этому участку больше, кроме них, добраться. Потому что всего лишь одна клеточка. Но такие рельефы попадаются, конечно, крайне редко. Поэтому делать на это ставку тяжеловато. Также интересно было бы рассмотреть вариант игры за луну. Это вообще отдельная тема разговора, по сути. Поскольку больше ни за одного героя вы не сможете творить то, что сможете творить за нее. Все, что ей надо, это один или несколько быстрых... Давайте гильдию магов строим под луну. Один или несколько быстрых юнитов. В данном случае, я думаю, нам хватит одного. И мы с вами поедем сейчас воевать с алибарщиками. Итак, наша задача ставить огненные стеночки, на которые отманивать нейтралов. И загонять их туда. Вот. И смотрите, поскольку стен... А, стоп. Мы не можем так сделать. Нам теперь надо вот эти вот нижние стеки на себя выманивать. Надо как-нибудь вот так вот, наверное, сделать. Уходим в ожидание. Пропускаем удары от этих алибарщиков. Но зато... Ах, нет. Неправильно. Неправильно. Надо убегать. Сыграем тогда таким образом. И закрываемся. К нам вроде как... Хотя нет, здесь тяжеловато будет прикрыться. Значит, тогда отбегаем. И вот так вот на пути к ним ставим стеночку. Один, правда, эту стеночку обошел. Но важно иметь первую скорость в бою. Тогда будет все окей. Вот. Они сами себя спалили. Можем сейчас попробовать подраться лучше, чем в прошлый раз. Для этого пытаемся сначала отманить большинство вниз. Ставим здесь стеночку огня, которую они не смогут обойти, а должны идти именно на нее. Вот сейчас, правда, они пытаются все-таки обойти. Но надо сделать так, чтобы им было выгодно идти именно по стенке. Чтобы это был самый короткий путь для них. И вот с помощью двух стеночек вы их спокойно разбираете. Против стрелков на таких стеночках, конечно же, не поиграешь. И даже против кентавров будут играть сложнее, потому что у вас восьмая скорость за счет родной земли. А у них будет десятая. Поэтому ищите тех, кто по скорости медленнее вас. Вот на троглодитах, к примеру, можно так сыграть. Ну и главное, чтобы маны хватало, конечно же. Смотрим, где наша двойная стеночка может встать. Вот здесь, по центру. Поэтому, наверное, было бы неплохо нейтралов под этот центр и подогнать. Причем они даже все решили идти именно этим путем, что только упростило нам задачу. Ну а под конец хода было бы неплохо сесть и пополнить ману в какой-то момент. Когда магия огня у вас будет уже продвинутая, а не базовая, то, конечно, проведение битв, оно станет более простым во многом. Вот тоже медленные существа, с которыми вы можете разобраться. Вот на две клеточки снизу, видите, есть проходик. Я думаю, что надо стараться заманивать их именно сюда. Показываем им именно этот вариант. Становимся очень близко. Придется еще одну либо стрелочку, либо огненную стенку ставить, как в данном случае. Видите, быстрая битва не справляется. Она не знает о этих стратегиях. Единственный вариант в две клеточки это снизу. Поэтому, конечно же, именно вниз стараемся заманить. Если не всех, то многих. Так. Подставляемся. Уходим из-под боя с одной из сторон. И придется ставить стеночку из-за этого разделения дополнительную. Все спокойно. И вот теперь уже становится у вас продвинутый огонь, но не остается маны. Таким образом, опять придется садиться и эту самую ману вам пополнять для начала. Так. А вот теперь посмотрите, как воевать уже с продвинутым или экспертным огнем в наличии. Уже можно использовать даже в три клеточки стеночку. Отманиваем всех вниз. Здесь идеально можно закрыться. Для верхних ребят мы тоже поставим вот такую вот стеночку. И все. Пусть идут любыми направлениями. Их везде ждет стенка. Отлично. Отлично. И сама стенка больше урона начинает наносить. Тут без разницы, в принципе, снизу или сверху. Давайте отманивать вниз. Почему бы и нет. Ждем. Отлично. Эти пошли чуть выше, поэтому для них выстраиваем новую стеночку. Все. Отлично. И так луну можно долго и нудно бегать и качать таким образом. И видите, много армии не надо. Просто с единичкой даже или одним каким-то быстрым стеком бегаете. Главное не нарываться на стрелков. Со стрелками вы разбираетесь обычной магией, которой их шарашите по большей части. Либо, опять же, улучшаете воздушек до штормовиков, чтобы был у вас дополнительный выстрел. И на более быстрых стараетесь не нарываться. И даже с такой же скоростью тоже на самом-то деле очень-очень опасно нарываться. И тогда будет все нормально. Если же у вас появится экспертное замедление, то есть магию земли вы качнете, тогда можете и на более быстрых периодически нарываться, накидывать экспертное замедление, становиться более быстрыми и тоже потихонечку их на стеночке разбирать. Но имейте в виду, что есть юниты типа големов, на которых огненная стенка наносит меньше урона. Есть юниты, у которых неуязвимость к магии огня, то есть магия огня вообще не наносит им урона. Это эфриты, огненные элементали, к примеру, черные драконы, на которых вообще не действует магия. Или есть драконы, на которых не действует магия с первого по третий, с первого по четвертый или с первого по пятый уровень. То есть такие особенности каждого юнита вам, конечно же, нужно будет знать. Обязательно. Еще один интересный момент, это то, что каждый раз, когда заканчивается неделя и наступает следующее, в первый день провозглашается месяц кого-то. И именно прирост этих юнитов, если они есть в одном из городов, их становится больше. Но когда наступает новый месяц, то в зависимости от того, какие юниты появятся, если они бывают на карте, такие юниты, то они появляются в случайных местах. И это бывает большой проблемой, особенно если вы выстроили цепочку из героев где-то по карте. Потом наступает новый месяц и новые появившиеся юниты на карте начинают каким-то образом перекрывать вам пути доступа куда-то. И какая-то цепочка может даже и не срастись в итоге. Вот, к примеру, у нас начиналась неделя или месяц кентавров, грубо говоря. Вот они в случайных местах на карте, видите, как часто появились. Если бы здесь были какие-то дорожки, то, понятное дело, они бы вам перекрыли проход. Вот здесь, например, был путь мимо разных юнитов, тоже через него приходилось бы. И, кстати, появилось их по количеству, как вы видите, нормально, да. 50-99. Это довольно-таки неплохой размер. Случается это через каждые 4 недели. Вот, например, наступает новый. Это месяц султаны фритов. Но, как мы видим, что султаны на карте не появились, потому что еще нужно, чтобы закончилась 4 неделя для начала. Вот, седьмой день. И наступает третий месяц. Провозгласили месяц паука. Как вы видите, на карте никто не появился, потому что такого юнита, как паук, в третьих героях нет. Поэтому надо ждать те месяцы, которые будут признаны теми юнитами, которые могут появиться на карте. Еще иногда бывает неделя чумы. Вот, дождевого червя. Но здесь тоже, понятное дело, ничего не появится. Во время недели чумы все невыкупленные вами войска, которые есть в городе, они уменьшаются на 2. Особенно важно, если у вас реально отстроены там юниты высокоуровневые, там с пятого по седьмой уровень, например. Терять их явно не хотелось бы. Снова месяц паука. Это не то, что надо. Продолжаем в таком случае пропускать дни. Один за другим. Итак, смотрите, появился месяц наездников на волках. Наездники на волках усвоили свое, удвоили свое население. И население городов и замков увеличилось. И они, в общем-то, начинают появляться таким образом на карте в случайных местах. Но эти случайные места должны быть, конечно, доступными для появления. То есть, там не должно быть каких-то объектов. Понятное дело, внутри объектов они не могут появиться. Также они не могут появиться на той же клеточке, где уже стоит какой-то герой, артефакт или что-то. То есть, на клетке, которая чем-то, но уже занята в этот момент. Вот, снова наездники на волках. И опять, посмотрите, их количество на карте стало еще больше. Но, вот видите, вот, например, проход домой нам уже заблокирован. Из-за наездников, которые перекрыли все проходы. Поэтому нужно быть аккуратными. Ну и понятно, где-то ко второму месяцу. Обычно, как только начинается второй месяц, после четвертой недели, да, либо в первые пару недель второго месяца, которые появляются, происходит неделя чумы. Ну вот, по наблюдениям, чаще всего именно в этот период. И в этом случае надо уже подготовить максимальную скупочку, чтобы у вас ничего важного, не скупленного в этот момент не было. Иначе, если вы пострадаете, это уже будут ваши личные проблемы. Даже если вы лучше отстроили город, чем ваш соперник. Также предлагаю, ребят, рассмотреть варианты, которые вам помогут пробивать именно стрелковые стеки. Поскольку у новичков именно с ними больше всего проблем. Правила ХВ давайте отключим. Итак, в битвах со стрелками давайте возьмем какую-нибудь стандартную армию, которая у нас есть. Допустим, сделаем змеек. При игре за болото, кстати, довольно несложно в целом сражаться со стрелками благодаря улучшенным змейкам. У улучшенных змеек очень высокая скорость, которая позволяет сразу же в первом раунде, в принципе, заблокировать стрелков, с кем бы вы не воевали. Вот, допустим, вы напали на стрелков, да? Если у вас есть тактика, вы можете свои войска подставить поближе. И тогда в этом случае вам нужно будет просто ходить раньше. У вас седьмая скорость, у стрелков шестая. Поэтому вы в них врезаетесь и всё. Вылазите отсюда без потерь. Есть другой вариант. Это когда у вас тактики нет. И когда вы стартуете вот таким вот образом, как сейчас. В этом случае вы в первом раунде подставляете каких-нибудь быстрых юнитов, которые закрывают стрелковые стеки и не дают к ним стрелять. А ваш стек тем временем потихонечку начинает подходить. При таком варианте вы просто во втором раунде открываете стрелков и добиваете той армии, которая у вас подошла. Вот таким вот образом. И всё. Довольно простенько. Либо тактика, либо собственно быстрые юниты, как серебряные пегасы, ангелы. То есть все у кого скорость 11 и выше. Ну если 11, то желательно, чтобы это было двухклеточное какое-нибудь существо. И так далее. Ещё один из вариантов битвы со стрелками. Это магия. Чем более слабая у вас армия по сравнению с ними, тем большее количество стрелков они станут. В данном случае у вас довольно сильная армия, поэтому они в маленькое количество стали. И дальше вы просто магией берёте и выбиваете эти стеки по очереди. Причём не спешите быстро подбегать на прямую стрелу, иначе вас таким образом могут убить. Подходите потихонечку. При этом ещё один из вариантов это кастовать камнекожу. Камнекожа повышает защиту. Видите, стала вместо 15 уже 31 и таким образом сложнее вашу каменную кожу будет пробивать у ваших юнитов. И стрелки будут наносить довольно-таки мало урона. Вот если вы будете атаковать маленькой армией, они могут стать в один стек. Так, как в данном случае, да, чтобы больше урона наносить. Но скорее всего станут в большое количество. И когда они в одном стеке, вам их проще выбивать. В данном случае можно это сделать вот так. И всё. Они сразу не хотели становиться в большое количество стеков, потому что их в принципе было мало. Но когда их много, и у вас слабая армия, они конечно делятся на большое количество армии. И тогда несколько центральных стеков, 2-3, они стоят под метеоритный дождик. И вы вот таким вот образом тоже со стрелками спокойно можете разбираться. Плюс вы можете, например, вот немножечко повоевали с ними. После этого попробовать отступить. Если их очень много, к примеру, да. Напали. Отступили. Потом снова выкупились. Опять взяли с собой какую-то армию там небольшую, да. И опять же пойдёте навстречу воевать. В этот раз их уже остаётся меньше. И вы там, к примеру, опять же, если они не в один стек стали, опять метеорит. И можно за несколько раз вот так вот атаковать. Подбили их немножко, сбежали. Опять атаковать, подбили их, сбежали. И так можно даже не имея много армии, но имея хорошую магию, постоянно атаковать, пока не добьёте ту или иную охрану. То же самое относится и к охранам внутри каких-то объектов. Типа внешние жилища. Хотя они там могут обновляться, да, во внешних жилищах. Но, например, в консерваториях, утопиях, улеях, змеев и так далее, гномятнях, медузятнях, там охрана уже не растёт. То есть, то, что вы добили, оно уже не появляется. И вы можете смело потом на следующий ход идти и пробовать добивать те остатки, которые там ещё есть. Но нам нужно с вами рассмотреть ещё один вариант битвы со стрелками. Есть ещё одна довольно неплохая стратегия. То есть, вы видели камнекожу, метеоритку, просто какую-нибудь магию. Вы видели пробивку на тактике. Вы видели пробивку с быстрыми юнитами. Но ещё один из вариантов, это, конечно же, экспертное ускорение. Если есть более-менее быстрые существа, но они в целом в начале вроде как не достают, всё, что вам надо сделать, вот как сейчас, видите, вы не достаёте. Что для этого надо? Даёте экспертное ускорение. И тут уже у вас появляются юниты, которые добегают. И с помощью экспертного ускорения вы точно так же спокойно выбиваете стрелков. Но даже это, ребят, ещё не всё. Всё, оказывается, что есть ещё стратегии, которые помогают пробивать стрелковые стэки. Это, конечно же, я думаю, многие из вас уже догадались. Использование такого неплохого заклинания, которое называется забывчивость. Вот вы его накидываете, и если у вас магия хорошо раскачана, то эти стрелки не смогут вообще стрелять. У них просто заканчиваются выстрелы. Смотрите, что происходит. Они сами начинают на вас бежать. Потому что они не могут стрелять. Видите, они просто начинают просто за вами бегать. У них нет выстрелов, и они просто стараются хоть что-то успеть сделать. Так что если соперник ваш, например, сделал ставку на огромное количество стрелков, и думает, убью-ка я соперника с расстояния, вы прокачиваете магию воды до эксперта, кастуете забывчивость, и все. И дальше делаете с соперником, что хотите, он стрелять не сможет. Сможет только бегать своими стрелками, и пытаться в ближнем бою каким-то образом с вами разобраться. Есть также вариант, как можно заставить стрелков меньше урона по вам наносить. Но это не только к стрелкам относится. Вообще к тем юнитам, у которых большой разброс по наносимому урону. Это, конечно же, тот вариант, когда вы кастуете заклинание проклятия. Это в магии огня. Вот оно. И все. Теперь урона они будут наносить меньше. Смотрите. Мастер гремлины сколько нанесли урона? 12. 50. Мастер гремлинов, ребят, 50. Нанесли 12 урона всего лишь. Так бы могли нанести больше. А вот заклинание благословения, оно наоборот заставляет наносить больше урона. Причем неважно, в ближнем бою или в дальнем. Просто увеличивает количество наносимого урона всегда до максимума. И для некоторых рас это прям очень сильно. Также проклятие хорошо заходит против таких рас, как темница. Поскольку у многих юнитов идет серьезный разброс по урону. А также проклятие неплохо подходило бы под какое-нибудь сопряжение. Но у сопряжения там еще и иммунитеты от всякой магии разума. Поэтому, например, накинуть на них ту же забывчивость будет нельзя. Берсерк нельзя. Также Берсерк на нежить не действует. То есть на неживых существ, а неживые существа это нежить, элементали, големы и горгульки, вот на них вы не сможете кастовать слепоту, Берсерк, забывчивость и тому подобные. Топовые заклинания, казалось бы. Еще один интересный тактический ход это когда вы связываете определенные типы юнитов между собой. Вот смотрите, здесь есть армия только одного города слева, а справа есть армия из кучи городов, связанная между собой. Казалось бы, там будет очень негативная мораль. Видите, минус 3. Это огромная проблема на самом-то деле. Но некоторые войска, конечно же, будут дизморалиться. Это копейщики, поскольку у них есть мораль. Это серебряные пегасы, у них есть мораль. Но есть юниты, у которых нет морали. Это неживые существа, это нежить. Они никогда не дизморалятся и никогда не моралятся. Есть короли минотавров, они никогда не дизморалятся, но моралятся очень часто. Поэтому им все равно, с кем они будут в связке работать. Например, тот же Моретти часто делал связку именно минотавров или королей минотавров со скелетами, ну или любой нежитью. это опять же элементали. Все элементали в игре, они не имеют морали, поэтому они не моралятся и не дизморалятся. Горгульки, тоже опять же гномы, они имеют мораль. Ну и эти тоже имеют мораль. Таким образом, если вы будете связывать скелетов, королей минотавров, элементали, вы не получите от них дизморалей. Мы можем специально с вами пропускать ходы до тех пор, пока кто-то будет за дизморалем. Вот, дизморалька, видите, пошла на копейщиков. Они пропускают ход. Все остальные продолжают ходить. А, вот на горгулик, видите, заходит. даже несмотря на то, что они тоже не совсем живые существа, а магические. Снова горгулечки, гномики. Но зато элементали, скелеты, то есть нежить, любая там нежить может быть, и минотавры, они в связке между собой работают отлично. Поэтому вот этих юнитов вы можете таскать без потери морали и при этом чувствовать себя во время проведения того или иного боя очень даже комфортно. Горгулик мы с вами вычеркиваем отсюда. Ну что ж, ребят, надеюсь, данное видео было для вас чем-то полезным. хочется дать вам как можно больше полезной информации, но из-за этого конечно же длительность самих уроков очень сильно затягивается. И знаю, что длительные видео уроки многим приходится не по душе, поэтому стараюсь максимально сокращать. То есть у нас есть вариант либо сократить количество уроков, но при этом с большой длительностью их оставить, либо же все-таки сделать большее количество уроков, но с меньшей длительностью. Тут уже кому как будет лучше. У меня на этом все. С вами был Армак. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если видео понравилось. Пишите побольше комментариев, добавляйтесь в группу ВКонтакте и следите за анонсами следующих стримов и видео. А также не забывайте поддерживать развитие канала, поскольку он держится только на вашей поддержке. У меня на этом все. Всем пока и удачи. Продолжение следует...